Эта подземная парковка в доме по проспекту строителей полностью раскуплена. Два десятка машиномест разошлись как горячие пирожки. Идва жители узнали, что место под автомобиль с 1 января приравнено к самостоятельному объекту недвижимости, как сразу понесли заявление, чтобы оформить права на него. Мария в тонкости регистрации места стоянки своего автомобиля не вникала. Муж занимался документами, но то, что оно стало по-настоящему собственным, греет сердце. Подземное парковочное место – это комфорт. Это очень удобно, никаких ворот открывать не надо. С брелка открылись, заехали, все, машина стоит. Мы можем тут и велосипед детский поставить, и еще что-то. В МФЦ, куда можно подавать документы на регистрацию права на машиноместо, сейчас ажиотаж. Люди записываются на консультации, массово несут заявление. Конечно, говорят, здесь человек и раньше мог оформить на себя машиноместо. Но, во-первых, до поправок оно считалось лишь долей в праве общедалевой собственности. А во-вторых, оформление или передача права стоило больших усилий. Чтобы продать место, хозяин вынужден был обойти всех соседей по автостоянке и прежде предложить им купить машиноместо. И лишь получив письменный отказ, мог совершить сделку. Сейчас все иначе. Теперь же при регистрации отдельного машиноместа, то есть у человека полностью самостоятельно может распоряжаться своим недвижимым имуществом. Без согласия, не спрашивая разрешений. Срок регистрации у нас, если документы подали в МФЦ, 9 рабочих дней. Если через электронный портал Росреестра, 3 рабочих дня. Теперь, чтобы узаконить право на обладание машиноместом, необходимо пригласить кадастрового инженера, который составит техплан. Вместе с ним и правоустанавливающими документами, например, договором участия в долевом строительстве и актом приема передачи, прийти в МФЦ. Госпошлина составит 2000 рублей. Более того, теперь люди могут на законных основаниях приобрести машиноместо в ипотеку, сдать его в аренду или оформить на него залог. Ну а то, что места на подземных автостоянках и паркингах наконец-то признали самостоятельной недвижимостью, радует и застройщиков. Им тоже стало легче оформлять стояночные участки. Мы можем теперь официально продавать машиноместа нашим инвесторам. Есть такая благодарность, но тем не менее, даже этот закон, нам сейчас объясняли, этот закон несовершенен. Машиноместо должно обладать какими-то рамками. И чтобы подогнать под эти рамки, ну это практически в старой застройке, можно не попасть вообще под это, машиноместо не оформить и так далее. Мы, например, строим, машиноместо не может занимать торпецевидную какую-то форму и так далее. Все же строители видят в нововведении больше плюсов. Ну а мы отметим, зарегистрировать свое право на машиноместо как на самостоятельный объект недвижимости можно только если это место – часть жилого дома или многоярусного паркинга. Застолбить в Росреестре за собой право на парковку во дворе по-прежнему нельзя. Она не подлежит регистрации. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город».